Приветствую вас. Преимущественно это может свидетельствовать о определенных страхах. В первую очередь это могут быть страхи. В первую очередь это могут быть некоторые внутренние запреты, связанные непосредственно с непозволением, допустим, ошибаться с непозволением себе, быть вот какой-то неподобающей и так далее. То есть это можно назвать желание отказываться от определенных требований своих. То есть вот такая история тоже может быть. То есть когда человек, ну в данном случае вы, не хочет отказываться от тех требований, которые у него есть и готов в принципе за это, за то, чтобы, значит, ну, чтобы удерживать эти требования, да, чтобы соблюдать их, как угодно, к примеру, там, себя обучивать, готов как угодно себя мучить, готов как угодно негативно к себе относиться, вот. То есть вариантов, ну, вариантов достаточно много, я бы сказал, вот. И все они, эти варианты, ну, скажем так, не очень хорошие. Вот. В том смысле, да, что эти варианты, они больше про какое-то такое рэкетное что-то. Это варианты больше именно про какие-то вот такие моменты, связанные, связанные, с тем, как вы относитесь к себе, сами. Вот. В принципе, то, что я мог бы сказать с точки зрения психологии, психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. Ну, это могут быть определенные жесткие установки. По типу того, что, там, например, я должна, там, быть, такой-то, такой-то, я должна действовать, там, так-то, 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 я должна двигаться, двигаться в ту-ту-ту, ну, в ту или в другую сторону. Вот. Я должна действовать, 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 действовать Ну, опять же, угадывать человеку свой путь, и нужно смотреть именно на вас, чтобы понимать, для чего вы, например, делаете то, что делаете, зачем вы испугаете ошибок и так далее. Ну, как мне кажется, здесь, вот, главная проблема в вашем отношении к ошибкам, то есть, если я ошибаюсь, то я, там, буду какой-то плохой, какой-то, там, негативный, какой-то ненужный и прочее, прочее, прочее. Вот. Это, как правило, случается, когда, когда человеку, человеку запрещают ошибаться, человеку не пополают ошибаться, человеку не дают ошибаться. Вот. Происходит тогда, когда человеку, человеку, ну, условно говоря, ну, боют понять, что, если ты ошибаешься, то это будет очень, ну, очень не одобрительно, что, ну, грубо говоря, да, что, странно других людей, скажем так. Вот. И, соответственно, вы стараетесь, правда, стараетесь не ошибаться. Вот. Только это, к сожалению, невозможно. И, когда вы ошибаетесь, вы можете себя горить, вы можете себя ругать, вы можете себя гнобить, вы можете себя бочевать, вы можете требовать от себя перестать, ну, в смысле, перестать ошибаться, да, вы можете не прощать себя ошибок, потому что многие люди любят, любят так поступать, любят не прощать себя ошибки. Вот. Ну, по большому счету, выбора выбора у вас нет, потому что ошибаемся мы все, от этого никуда нельзя деться. Вот. И пока вы, там, условно говоря, просто боретесь, боретесь, вы боретесь, там, ну, с витринной мельницей, как говорят, да, вот, витринная мельница, пока вы, пока вы боретесь с ними. А жизнь идет, жизнь, она, к сожалению, проходит. И, возможно, то, что на самом деле смотивировало вас обратиться сегодня к нам это ощущение того, что, ну, что вы можете, что вы теряете время зря. Вот. Я думаю примерно, что я думаю примерно так. Вот. Ну, я, конечно, могу быть неправ, вот, безусловно, но мне кажется, что проблема может быть в этом, мне кажется. И, соответственно, вам нужно будет с этой проблемой что-то делать. Работать, работать, работать над ней, работать над собой, менять отношение к своим решениям, к себе в контексте, ну, в контексте этих решений, решений, да, чтобы то, как вы о себе думаете, не зависло от того, чтобы делать. Потому что это всегда разные вещи, и одно не может, не может, не должно характеризовать другого принципа. Вот. К этому достаточно сложно пройти. К этому достаточно сложно прийти. Вот. Но если вы к этому придете, то, я уверен, многие ваши проблемы могут быть решены вот именно за счет, ну, за счет таких перемен. То есть именно за счет изменения отношения к себе самой. Вот. Но для этого требуется определенная работа. Вот. И, как бы, преодоление сопротивления вместе с, допустим, вместе с психологом, например. Вот. Понимаете, что я имею в виду? Это на самом деле очень важный момент, на который я хотел бы, чтобы вы обратили самое пристальное внимание. Вот. И, соответственно, когда, если вы это сделаете, то ситуация будет гораздо проще для вас, гораздо легче для вас, гораздо удобнее для вас. Вот. И, может быть, вы сможете использовать свои достоинства, свои плюсы, которые у вас безусловно есть. Как бы, на благо дела. Вот. Это то, что я могу вам сказать на сегодняшний день. Вот. Пока что это все. Я думаю, что вы довольно-довольно мало предоставили информации о себе. Поэтому я надеюсь, что в будущем вы обязательно эту информацию о себе добавите. Вот. В будущем я надеюсь, что вы обязательно, как-то вот, ну, возьмете консультацию, да, у психолога, специалиста. Вот. Чтобы, может быть, лучше себя разобрать. Ну, если хотите, конечно. Вот. 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 Так, я думаю, такой будет мой ответ. Ну, я желаю вам всего доброго. Я желаю вам быть смелее и смелее. Я желаю вам побольше рисковать. Я желаю обратных поделок, конечно. Вот. Я желаю вам делать это с умом. Это рационально. Вот. Вобственно, конечно, не рисковать. Вот. И надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена. Самым лучшим образом. Удачи. Удачи вам. Удачи. Удачи. Удачи.